Всем привет, подписчики и гости канала Пенсионер и Пенсия. Подпишитесь и вы всегда будете в курсе свежих новостей. Правительством утвержден прожиточный минимум на 2022 год. Он составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей. Напомним, в соответствии с принятой в прошлом году методикой. Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Ростатом. Минимальный размер оплаты труда МРОД составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Ростатом. На 2022 год МРОД планируется установить на уровне 13 617 рублей, что на 6,4% выше значений 2021 года. Напомним, на основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Региональные прожиточные минимумы, в свою очередь, используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки и государственной социальной помощи. Это очень маленькая сумма, ведь в настоящем году для пенсионеров прожиточный минимум составляет 10 022 рубля, и его за год увеличили всего лишь на 255 рублей. Даже благодаря единоразовой выплате, из-за которой сразу начали расти цены, минимальные пенсии не вырастут на ту сумму в следующем году. А судя по вашим комментариям, пенсии надо поднимать в несколько раз, чтобы пенсионеры смогли спокойно жить. Многие сошлись во мнении, что минималка уже сейчас должна быть не меньше 20 000. Если тоже так считаете, то ставьте лайк.